здравейки ребята вы на канале хорд маг ну что же курьер первая серия многие советовали мне посмотреть эту анимацию потом как-то перестали то есть действительно был один момент когда описывали про этот проект и тут-то внезапными просили посмотреть его числит например снова пошла эта волна что типа крутой проект который уже обрел какую-никакую говорится базу то есть действительно уже есть какие серии и поэтому давайте уж посмотрим и заценим что же и все представляет сию творение погнали но выглядит интересно самом деле стиль очень классный то есть все вроде бы двухмерное но какой-то знаете такой необъяснимый объем во всем есть как будто это эти странности из трехмерной стилизации я правда не знаю как объяснить объем очень очень классный так и что же нас творится тут что же нас творится тут что нужно было что 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 блять какая же здесь стилизация великолепно вот сразу же уже я поясняю просто великолепно вот просто хочу сказать вот моё почти я сразу же ребят вот это просто черт при шикарная то есть текстуры только ли персонажи это уже этим вышкой это это все они миру рисовал один человек ахинеть странный звук глушили афганский афганский стакан что ли мармышка ой бля так и что же ты такое ой бля ну чего уставились холодно там какая нелепая пиктафия до вкусика этого ебать 5 даже непривычно что это существо оказывается такой вот ну относительно такой человеческий интеллект у меня собаку спускай взять озвучь озвучка занималась пифагор серьезно суди пифагора хренеть не стрелять шарик догнал не стрелять шарик догнал оу хорошенько так чем я боялся что это существо знаете будет такое то есть просто кровожадная тваря косо просто хочет выжить сразу по звуковым эффектом очень круто сделан то есть и звуки выстрелов и все эти шаги то есть очень хорошо звучит прям вот как надо оу да бежать некуда кадр очень классный это постановка просто здесь мое почтение нога не пострадала что же все же такое то а ты как там в порядке сквозняки чего у тебя по рюкзаку гуляют сквозняки так недолго и простуду подхватить или свинца кусок ух ты это заживет хорошо спрячься пока что а то тебя за километр видно а еще музыку и звуки автора сам где он рукам закат о не плен еще тогда до такой степени 1 без шуток вот это прям искренне уважение что человек талантлив настройство и в анимации и музыки двигаться пока не спуск не придумали Как у вас говорят, я обеими руками за. Расскажи еще о сказку. Кончились мои фольклорные запасы. Могу про себя рассказать. Про себя? А чем не сказка? Был такой городок, Стучевые засупцы. Хотя почему был? Наверняка и сейчас есть. Впрочем, я туда давно не заходил. Неделю три. Ближе к делу, Геродот. Да, там-то все и началось. Там я потерял имя и облик. Однажды мне пришло письмо. Приглашение на работу. Весьма выгодный контракт, по завершению которого я до конца дней смог бы жить на широкую ногу. Н-цать лет службы, отсрочка старения и гора золота. Заманчиво? Да. Подозрительно? Несомненно. Но я бы и не поверил, если бы письмо, как живое, со мной не заговорило. Здорово, Петр и Егор. Чего такой хмурый? И вам не хворать. Да сон тут на днях приснился. Ну, сон и сон. Что теперь? А ты послушай. Снится. Будто на заводе моем все людишки исчезли. А я остался. Ну, я и хожу, тыкаюсь, мыкаюсь. Контракты горят. А сделать ничего не могу один-то. Пошел на улицу, кого нанять. Да и там никого. Вообще нигде и никого. Проходит, значит, время. И вижу я себя в лесу. Сижу, обмотанный какими-то шкурами и доедаю несвежего моржа. И впечатление, знаешь, такое, что день, в общем-то, вполне удачно прошел. Живо... Ну, отчасти пророческий сон. Еды топаю. Спасибо, завтракал. А хмурый ты почему? Да вот думаю, вещий сон был или дуль какая? Конечно, дуль. Откуда тут моржу взяться? Плохо кушаешь, плохо отдыхаешь. Вот и берещится всякое. Ты лучше посмотри, Петр Егорыч, какой ковер я себе купил. Внимание, розыск. А, то есть уже потихонечку эти тв... Твари, что сразу говори. Существа уже распространяются. Местная дичь. Древний ременью оборотни путешествующего времени. Который, ладно, ничего необычно. Вечером, обычного купит. А, ну, поэту есть об этих существах уже рассказывают. А, ну, поэту есть оборотнику. Как он пицц. Зараза, напугал. Пошел отсюда. Давай, иди. Смотришь тут. А тебе чего? Да уж, много здесь, однако, магазинов охотничьих. Вакансия. Ага, с чего из-за супция? Пилок тихий. Совсем неподозрительно. Добрый день. Добрый. Я по поводу работы. Мне пришло письмо, и... Я вообще туда попал? Конечно. Без приглашения вы бы попросту не вошли. То есть и огромные деньги, и отсрочка старения? Все серьезно. Думаю, что по характеру письма вы вполне смогли убедиться в наших возможностях. Да, вполне. А где же тогда довольные судьбой остальные сотрудники? На своих рабочих местах. География нашей деятельности гораздо шире этой комнаты. Оу. И дайте угадаю, больше он не выходил из этого магазинчика в прежнем виде. И все-таки мне непонятно, кто вы такой, как действует эта отсрочка, и почему такая щедрая оплата. А, и стоять. Там написано было не курить. По оплате могу сказать. Грамотная организация, снижение издержек, мразные. На остальные вопросы отвечать не буду, поскольку вы человек неизвестный, а у фирмы есть свои секреты. Если вы сомневаетесь, то могу вас уверить, что мы действуем строго в рамках закона. Все, что указано в контракте, будет исполнено. То же самое вам скажут в любом другом месте. Оу. Ознакомьтесь. Нихера себе порталы. Ловко. В общем-то, ничем не хуже других. И давно ваша фирма существует? Не то чтобы очень. Итак, что можно было рассказать? Я рассказал. Если вас что-то не устраивает, давайте прощаться. Конечно, голос реально великолепный. А иначе? Подпись? Голос реально великолепный. Ну, хоть что вы ожидали. Студия озвучки Пифагора. Там невероятно именитые... Голоса наши замечательных... Вонтифильмов, фильмов и прочего. Зря я ехал, что ли. Ха. И все. И дверочка сейчас резкая. Мау. Со вкусом анимировали. Безобразие. Ну, там же написано. Еще один, как говорится. Ааа. Теперь сносно. Принесация. Добро пожаловать. Да уж. Ты кто? Медведь. А я кто? А вдруг рыба? А? А знаете, что? Что? Как тут проснуться? Выпустить... Ага, хлебушки. Все. Окно. Картина. Не повторяйте ошибок, Сквер, отрывание. Так. Давай-ка мы сейчас оба успокоимся и... Ну что это такое? Ааа, медведь. Где? Твой черт. Да подожди ты. Контракт уже подписан. Прекрати панику. Какое приставучие наваждение. Раз я наваждение, значит ты проснешься рано или поздно. Пять минут роли не сыграют. Да и куда ты собрался в таком виде? Людей пунктов. Насчет дизайна у него черты удильщика. А, кстати, да. Типа, реально похоже на кое-то смыть. Знаете, такое, что среди между такое... Ааа... Чилистоногого. Удильщика. Ну и в целом, я не знаю, может еще чего-то насекомовидного. За лекарствами от галлюцинаций. Горчичник там, прилепить. Первый же охотник тебя поймает и сдаст. Сразу или по частям. Поэтому успокойся и меня послушай. Ну как, успокоился? Нет. Ладно. Ты зачем вообще на эту работу пришел? Ведь сразу понятно, что дело странное. А ты сам в зеркало давно смотрелся? Ну, справедливо. А все-таки? Да некуда мне податься. Наследство погорело. А тут отработаю, куплю заводик и... Слушай, мне нужно с главным поговорить. Сейчас не получится. Эрс в городе, а город вон там. Когда вернется, не знаю. Мой тебе совет. Иди в свою комнату, отдохни как следует. В себя приди. Ближе к ночи мы закончим. Соберемся в гостиной, чайку попьем. Ты поспрашиваешь. Мы расскажем, что знаем. А с утра начнешь работу. Свят, свят, свят. Я хочу проснуться. Ничего, скоро по-другому заговоришь. Ладно, отдыхай. А мне дежурить нужно. И будильник. Эй, ты чего? Лучше не буди, медведи. Нет, это не сон. Обязательно в такую рань вставать. Дисциплина. Рюкзак тяжелый. Я не верблюдом в караван нанимался. Не шкварчи. Чего вчера не вышел? Обсудили бы все. Не хотел. Давай к делу. Ты вроде бы говорил, что опаздываешь. Посылка в рюкзаке. Вперед. Прекрасно. А адрес? Имя клиента? Ориентируйся по звездам. Чего? Покрути головой. Да не как гусь. Медленно. Ух ты. А на закопанные сундуки золотом эта штуковина реагирует? Попробуй на досуге. Пиздец. Тебя превратили в монстра, ты думаешь, однако у нас это... Извертливый ты главный герой. Да, если за тобой увяжется хвост, смело беги в темную рощу. Существует она только для сотрудников, а для всех остальных вон та глыба стоит рядом вон с тем камнем. Понял. Что еще мне нужно знать? Не разговаривай с незнакомыми, не прыгай под поезд. Говоря короче, имеющий мозги да воспользуется. Чего как маленький, читал же контракт. Я не спал всю ночь. Меня превратили в кошмарный сон дьявола. И сейчас я разговариваю с медведем, а он мне отвечает, потому что говорящий. Мне, правда, сложно сосредоточиться. В деталях не скажу, ведь связи со внешним миром мы почти не имеем. Главное, будь предельно осторожен. Я в своей прежней жизни ничего подобного не встречал. Мне пора. Это, конечно, пипец. Реально, просто представьтесь, когда ваша жизнь просто полностью переворачивается, и вы теперь... Вот это. Желаю удачи. Где-то я не там свернул. Да уж, не там. Вообще не там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я музыка реально великолепна. Вот серьезно. Обожаю такие мотивы. Просто как надо. Не знаю, понимаете, я порой не могу выразить то, насколько же эклектичная музыка. То есть вот этот черно-белый фон. Вот это наш главный герой, превратившийся в такого монстра. Эти огромные невероятные просторы. И в целом атмосфера, знаете, они как будто просто гармонируют. Знаете, идеальный такой баланс между собой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Орудие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо же, всего несколько штук, и вполне наелся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, почти уже волчары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зараза, не получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Укрепляет плыки, повышает лохматость. Что смотришь? Давайте договоримся. Я отдаю всю ягоду, вы ставите галочку напротив пункта Охота была удачная, и расходимся по домам. Идет. Не идет. А ты... Понятно, конечно, это, конечно, сифок. Волк влюхивающего в ровный лист. Это то, чего я сегодня точно не ожидал увидеть. Хотя, учитывая со всем сеттингом данного произведения, я другого не думаю, можно дать. Тоже клюковку хочешь? Ты человеческий язык, понимаешь? Животные безобразные. Похоже, придется подготовить лекцию о каннибализме на волчьем языке. Ненавижу животных. Они нюхают. Они жуют. Меня. Так, че там? Че там осмотрел? Че это там? Опачки. Еще один кульер? Че это там? Да уж, ситуация патовая. Ты опоздал. Обстоятельства. Привязались. У тебя подарочек от моего братца. Если вы братья, то где же эти плоскости? Черные. Болею я. Оу. Видишь? Чихнусь страшно. Давай посылку. Я устал. Ну все, слава богу. С работы окончено. Осталось только руку забрать. Так эти животные внимательные вам принадлежат? Миленько. Браво. Бис. А вы не могли бы занять своих питомцев делом? Они уже заняты делом. Тобой. Но я же работаю на вашего брата. Не ты один. Но они же меня загрызут. Я погибну. Им надо кормиться. Сильный аргумент. Надо записать. У вас, кстати, волчьего словаря с собой нет? А то у меня курс лекций назначен. Да, печально. Че тебе делать? А ну убери своих прихвостней. Или я совершу нечто совсем ужасное. О, блядь. Зря ты это сделал. Однако мощные, блин, способности у этих тварей. Без комментариев. Это курящие волки, мое почтение. В общем, удалось разузнать. На днях в музей привезли проектор. Хочу кота научить. Достать сможешь? Конечно. Но если только на время, то шум будет. Единственный проектор в городе. Волки. Ты получишь. Займись этим. И чего? Все же нормально. Красавчик. Курьер. Именно. Чего принес? Какого черта вы тут творите? Хотелось бы знать. Превратили меня в какого-то зверя. А ваш собственный брат... Это что за фантомная зона такая? Словно невидимая рука. У меня инверсия звуковосприятия, знаешь ли. Чем громче, тем хуже слышу. Так что там? Неважно. Но мне интересно. Да я забыл уже. А я напомню. Ладно, проехали. Говори! Меня интересует, почему ваш брат так со мной обошелся. Он позволил своим волкам сожрать меня. И как? Сожрали? Как видите. Вижу, что пожевали. И типа вообще пофигу, да? Что рабочую силу могут так легко, говорится, переводить. Белум суров. Даже мне от него не по себе. Воспринимай это как ознакомительную задачу. Клиентуры у нас самое разное. И доставлять ты будешь не только посылки. Но и, например, налоговые счета. Допустим, на бодрость духа. На бодрость духа? Чем-то раздражает. К тому же, как ты заметил, получатель может быть банально голоден. Поэтому меняй старые привычки. Будешь работать с другим менталитетом. Я же могу погибнуть. Ну, в своем мире без риска ты тоже столько денег не заработаешь. Но вы же наверняка можете что-то сделать. Это свободный рынок. Он все сам на места расставит. В общем, спасибо за обращение. Наше мнение очень важно для вас. Ты еще здесь? Нет. Блядь, я не могу. Мне не просто удивляться. Сколько же здесь хороша? Хороша анимация, реально. Ах, красота. Как прошло. Да уж. Подавлюсь, конечно, адская. Не выбраться. Только работать. Все нормально. Новенький нож. Нормально? Да меня чуть кондрат не хватил. У нас валерья, она осталась? Не-а-а. Кот снова все сащил. Не кота, крыс какая-то. А что за человек новенький этот? Как? Ну-у-у-у. Так. Угу. Работай, косой. Че-то. А ты в курсе, что в аду налоговая отчетность каждый день? Это я тебе рассказал. Ну и че ты придираешься? Нормальная шутка? Да уж. Интересный контингент. Смотри, смущает эту цифру 009. Типа ж, а что это вообще значит? Надеюсь, нам объяснят в будущем. Да, ситуация. Ага. Но, если форму стакана принять за эталон нормы, то все как-то устаканилось. Продолжение следует. Да, вот. Диамит Виноградов, Михаил Тихонов, Василий Васильев. Блин. Игорь Старосельцев. Короче, великолепные голоса. Реально. У-у, даже Максим Дахнет. Охренеть. Это реально? Это прекрасно. Диамит Виноградов. Продолжение следует. ну что ж ребята вот такая вот первая серия курьеры и вот вот сейчас без привлечения в это невероятно проект анимирован прекрасно слеза фаны в целом анимации и динамика это выглядит просто невероятно сама история чертовски интересные необычно то есть такой вот эти сеттинг наверное то есть 20 начала 20 века примерно плюс-минус вот такой вот эти с этим с этими сказать контрактами которые превращают тебя такого своеобразного рабочего который должен быть определенные типы заданий наш герой который пытается говорится жить во всем этом новом окружении и это это черт были прекрасно это вызывает мне искреннее уважение и респект и лайк просто каждому кто участвовал во всем этом проекте за полчаса я получил невероятные эмоции и реально искреннее уважение просто искренне спасибо каждому кто участвовал создание этой анимации просто невероятно музыка анимация озвучка студии пифагор тоже огромное спасибо обязательно заценил все что опять же будет ждать нас в будущем и спектр лайк поддержим всеми возможными способами авторов оригинала подписка лайк не забываем про колокольчик чтобы не упускать новые акции само собой комментарии для продвижения видео и спокойной вам ночи дружки пирожки